Уже разработаны ряд нанороботов, которые совершенно спокойно справляются с такими задачами, как адресная доставка лекарств различные органы человека. Что это такое? Это миниатюрные механизмы, которые можно начинить нужным нам лекарством, и они доставят это лекарство в то место, которое у нас болит. А зачем нам нужны вообще эти нанороботы? Неужели не просто так сложно скушать таблетку и вылечиться? Что происходит, когда вы кушаете таблетку? Она по пищеводу проходит у вас в желудок, соответственно, растворяется в желудочном соке, и дальше с кровью она уже доставляется в различные органы, и в том числе в тот орган, который нужно. Таким образом, до того места, которое у вас болит, доходит только часть лекарства. И почему вы слышите, что это лекарство дает побочные действия на печень, либо дает побочные действия на желудок? Это именно от того, что как только таблетка попадает в желудок, и она расходится по ряду органов, и, естественно, лекарство это действует и на здоровый орган. Поэтому мы говорим, что побочные явления в другом органе. Чтобы избежать этих побочных явлений, человечество и придумало адресную доставку. То есть некий микроорганизм, назовите его жучком, кем угодно. Эту капсулу доставят непосредственно до больного сердца, например. Это выльет лекарство. Практически 100% лекарства попадет в тот орган, который нам нужно. Мы сейчас говорим о сердце. А дальше этот механизм в течение 3-5 дней растворится и выйдет так же, как выходят все вредные вещества из вашего организма. Как этого достигается? Это разработаны специальные методы, материалы, технологии. То, что в целом и принято называть нанотехнологиями. Второй способ адресной доставки – это использовать те механизмы, которые есть у самого человека. Например, у нас с вами доставку кислорода, различных питательных веществ осуществляют эритроциты. Это красные телеца крови. И если мы на эритроцит, так скажем, образно приклеим капсулу с лекарством и зададим ему адрес доставки, то, направляясь, допустим, к больной печени, он не испытает никаких трудностей, потому что эритроциты – это наши естественные доставщики. Любой орган их воспримет как своих, не воспримет их как врага, как вирус, и пропустит. И таким образом эритроцит доставит капсулу до печени, выльет лекарства и спокойно пойдет по своим делам. А эритроциты у нас живут до 120 дней. Это достаточный срок для того, чтобы лекарство пришло в нужное место. Более того, уже научились использовать бактерии в качестве адресной доставки лекарства. Мы действительно можем взять вирус. И что такое вирус? В небольшом количестве вирус мы можем, скажем так, в небольшом количестве вирус мы получаем, когда приходим на прививку, для того, чтобы выработать у организма иммунитет. Вирус – достаточно крупное, скажем так, создание, на которого можно посадить целый контейнер лекарственный и использовать его в полезных целях. Но все эти механизмы становятся бессильным, как только мы доходим до нашего мозга. Потому что у мозга есть мощнейшая естественная защита, так называемый барьер, стена, которая не пропустит ни один чужеродный вирус, ни один чужеродный механизм внутрь мозга. Таким образом, нанороботы становятся бессильны.